Доброе утро и добрая дорога. Одноименная концепция обеспечения безопасности дорожного движения существует в Минске с 2016 года. О том, что сейчас происходит на минских дорогах, мы поговорим с гостями, заместителем начальника УГАИ ГУВД Мингородсполкома Андреем Зыряновым и начальником отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингородсполкома Александр Поповой. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что посетили нас сегодня таким ранним утром. Сразу вопрос. Что важного произошло за последнее время? Какие изменения в системе дорожного движения? Ну, изменений очень много. Правильно говорить, что мы в городе Минске сейчас и осуществляется концепция обеспечения безопасности дорожного движения «Добрая дорога», которая очень много аспектов с собой затрагивает. И изменения организации дорожного движения, и изменения в контроле, и изменения в агитации за безопасность, что мы сегодня с утра и делаем. Поэтому изменений очень много, и они достаточно уже высокоинтеллектуальные. Наверное, чтобы водители понимали, что дорога не только там может, ну, инспектор где-то наказать штрафом, но еще и думают как раз-таки о том, как движение это все оптимизировать. Я не могу не спросить про умные перекрестки. Все автомобилисты, которые в Минске ездят, уже обратили внимание на какие-то новые девайсы, гаджеты установленные. Вот расскажите вообще, чем умные перекрестки помогут автомобилистам? Ну, сейчас в городе Минске реализуется первый этап большой объемной работы по оптимизации потоков, по внедрению так называемых противозаторовых алгоритмов. Первый участок — это проспект Машерова от Независимости до Даумана. Все перекрестки оснащены датчиками. Это и видеокамеры, умные видеокамеры, которые определяют по картинке образ затора, формируют интенсивности. То есть, подождите, камера, которая видит перекресток, она сама решает, как светофор переключать, не оператор? Нет, это система, это не камера. Камера формирует информацию для системы. Помимо камеры там установлены различные еще детекторы, датчики. Это и магнитные датчики, и Bluetooth-датчики. Вот эта вся информация приходит в систему от этих датчиков. Ежесекундно система на основании этих информаций формирует образ затора. Это от интенсивности движения зависит, от потока насыщения, от инцидента. Возможно, где-то движение по какой-то из полос не идет, значит, там что-то произошло. Система это анализирует, принимает информацию, информирует об этом диспетчера. Посредством видеонаблюдения этот инцидент идентифицируется, и дальше диспетчер принимает решение о... Может быть, направить сотрудника ГАИ, может быть, нужна аварийная служба. То есть, почему не идет движение по той или иной полосе. Мне кажется, сейчас скоро уже на перекрестках начнут еще и чай подогревать, как умный дом, умный перекресток. И по вот этой информации система сама самостоятельно включает различные противозаторовые алгоритмы, добавляя зеленые по нужным направлениям. Сейчас эта система тестируется, мы изучаем все ее недостатки, работаем с ее производителями, и дальше эта система будет развиваться. Развиваться она будет по первому и по второму транспортным кольцам города Минска. Ну вот именно сейчас, что говорит статистика? Оправдывает себя вся эта система установленная? Легче справляться со всеми заторами, с нюансами дороги? Мы тестируем эту систему, принимаем эту систему где-то уже неделю, и каждый вечер... А то есть недавно? Да, она совсем недавно. Недавно тоже увидел камеры. Закончили эти работы, специально мы находились, подбираем пиковое время. Ну вот в прошлую пятницу, которая была совсем недавно, мы наблюдали заторы, которые начинали формироваться, но система с ними успешно справляется. Замечательно. Слушайте, ну вот я обратил внимание, что иногда едешь по перекресткам там, где попадаешь стабильно на красный, потом снова доезжаешь, снова красный, уже появляются такие зеленые волны. А вот у Александра хочется спросить, вот во дворах же тоже часто случаются заторы, какие-то сложные ситуации, как с этим справляться? Ну в настоящее время у нас прорабатывается концепция, которая называется «Добрый двор». То есть в первую очередь он ориентирован на то, чтобы обезопасить деток на территории двора, дворовой территории. То есть дворовая территория, она будет организована так, что непосредственно вот эта вся территория, где находятся детки, то есть все игровые площадки, они будут определенным образом... И непосредственно уже там в безопасности будут находиться наши дети. Мне кажется, просто вот проезжая по двору даже с установленной скоростью, все равно видишь детей, которые вылетают, и родители сидят. Ну тоже, это не просто разговор, я наблюдал, как вылетают, я думаю, вот если чуть быстрее просто ехать. И в русских часто пользуются как разными моментами дворами, да, чтобы объехать, это тоже страшно. Ну еще будет. Дворовая территория – это такой отдельный вопрос, и вот в этой связи уже можно, в принципе, плавно перейти к детскому дорожно-транспортному травматизму. К сожалению, у нас сейчас наблюдается небольшой рост. В первую очередь это связано с халатностью самих родителей. То есть если мы уже говорим касательно дворовой территории, дворовая территория, она представляет достаточно большую опасность для ребенка, с учетом того, что большое количество припаркованных авто, ребенок может выскочить непосредственно на дорогу, и даже независимо от того, с какой скоростью двигается транспорт, ну, может случиться ДТП. То есть у нас, к сожалению, были зафиксированы такие случаи, и опять-таки ребенок находился рядом со своим родителем, но родитель, ну, не усмотрел. Ну, это доля секунды, это невозможно. Да, это буквально доля секунды. Вот, поэтому сейчас в настоящее время ведется очень такая активная работа, непосредственно направлена на то, чтобы уже детские площадки вот привести в такой безопасный вид для детей. Ну, вот площадки площадками, ну, вы же наверняка ходите в детские сады и школы, да? Мне кажется, это не перекращается работа, она как-то началась много лет назад, да? Как дети сейчас реагируют, как они воспринимают инспектора? Рассказывают ваши коллеги, которые ходят уже непосредственно. Да, у нас этой работой занимаются агитаторы, которые работают в районных управлениях внутренних дел, то есть непосредственно работают перед каникулами, допустим, вот сейчас у нас вот эта неделя перед каникулами, они будут активно посещать учебные заведения. Да, скоро уже осенние каникулы мы показывали, да? И будут уже непосредственно проводить профилактическую работу с детьми, также будут давать информацию непосредственно преподавателям, которые тебе будут передавать уже родителям. Мы уверены, что все все благодарны будут. То есть будет осуществляться такая очень активная работа, да, с детками, то есть мы предоставим какую-то печатную продукцию для того, чтобы это все было более наглядно. То есть, ну, это активно ведется работа перед каникулами. Я думаю, что помимо постоянных проектов, вы еще проводите множество акций. Вот ближайший называется «Автобус». Хотим об этом тоже узнать. Ну, несмотря на то, что в этом году зафиксировано снижение количества дорожно-трассных происшествий по вине водителей маршрутных такси, недопущено погибших, но это в городе Минске. Мы, конечно же, видим, что происходит и за пределами города, и та ситуация, и то резонансное дорожно-трассное происшествие, которое произошло в Воложинском районе. И мы видим, что эта проблема есть. И вот за счет вот этой вот не всегда добросовестной конкуренции водители маршрутных такси начинают пренебрегать правилами дорожного движения. Это превышение скоростного режима, это парковка в неположенном месте, это, ну, практически борьба за этого пассажира, который они перехватывают друг у друга перед друг другом на остановочных пунктах. Это все прекрасно видим и мы. Поэтому принято решение. И вот уже с понедельника началась профилактическая акция «Автобус». Эта акция будет, ну, достаточно до конца следующего месяца. И, ну, вот я сразу хочу проанонсировать, чем мы будем заниматься. Да, это будет контроль. Помимо обычных контрольных функций у нас будет ежедневно использоваться так называемый скрытый контроль. У нас называется на автомашине стандартного исполнения. То есть это обычная машина. Без маячков, да-да. Моделей. У нас совместно эта работа налажена с столичным транспортной связью и транспортной инспекцией. То есть в этой автомашине будет находиться сотрудник ГАИ, будет находиться представитель транспортной инспекции и представитель столичного транспортной связи. Значит, мы будем отслеживать потоки водителей, ну, именно маршрутные такси, следовать за ними, фиксировать на видео, ну, все, что происходит вокруг этой в нашем... И с маячками надо догонять. Фиксировать административное правонарушение и работать мы уже будем с этим маршрутным такси в конечной пункте, чтобы не создавать помехи, проблемы для пассажиров. Давайте все сюрпризы для маршрутиков раскрывать не будем, дождитесь на дорогах, а лучше не нарушайте правила дорожного движения. Спасибо большое за то, что пришли и рассказали.